Восемь вечера в Украине. На Интере время подводить итоги. Сегодняшний день в материалах корреспондентов подробностей. В студии с вами я, Екатерина Лысенко. И смотрите выпуски. Так был ли дом? Набу ищет ответы на квартирный вопрос генпрокурора. Убедить голландцев. Министр иностранных дел улетел в Нидерланды договариваться об ассоциации. Сумеет ли? Илюстрация в действии. Сколько уволенных чиновников готовят судебные иски и почему украинские иллюстраторы не слышат выводов Венецианской комиссии? Манна Кабниновская, премьер, рассказал, кому в Украине будет жить хорошо. Квартирный детектив. Антикоррупционное бюро изучает скандальную недвижимость, которую приписывают семье Луценко. Кому на самом деле принадлежит дом стоимостью более 5 миллионов долларов, проверяют в ответ на многочисленные запросы СМИ и обращения общественных активистов. В то же время сообщают в НАБУ, пока оснований для открытия уголовного производства нет. Напомню, нардеп Сергей Лещенко заявлял, что у генпрокурора есть дорогая недвижимость в центре Киева, которая якобы оформлена на бухгалтера его жены. Сам Юрий Луценко от элитного дома открестился и назвал информацию очередной фантазией Лещенко. Я встречаюсь с многими... Пензенек просит генпрокуратуру открыть против коллеги дело по статье «Незаконное обогащение». Мол, есть вероятность, что в статусе нардепа Лещенко получает вознаграждение за лоббирование интересов определенных лиц. Более того, Пензенек настаивает на открытии производства против главы НАБУ Артема Сытника и антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Те якобы затягивают соответствующее расследование. Скандал с покупкой Лещенко квартиры стоимостью более 7 миллионов гривен, напомню, возник в сентябре. Тогда нардеп заявлял, что жилье приобрел на свои сбережения, а еще часть денег взял в долг. Еще один коррупционный улов стоимостью в десятки миллионов гривен. Детективы НАБУ задержали экс-руководителя государственного предприятия «Укрзалезныц-Постач». Сейчас это филиал «Укрзалезныцы». Как сообщили в ведомстве, бывшего чиновника, имя которого не называют, подозревают в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах. В частности, в организации закупки материалов по завышенным ценам и предварительному сговору с поставщиком, в результате чего «Укрзалезныц-Постач» был нанесен ущерб более чем на 20 миллионов гривен. Президент Петр Порошенко провел телефонный переговор с главой правительства Нидерландов Марком Рютте. Тема беседы – как разблокировать ратификацию ассоциации с ЕС с голландской стороной. Напомню, необходимость в этом возникла после негативных результатов референдума в Нидерландах нынешней весной. В то же время Рютте подтвердил одобрительную позицию своего правительства по вопросу предоставления Украине безвизового режима с ЕС. Убеждать нидерландских политиков ратифицировать соглашение об ассоциации с ЕС поехал в Амстердам и Павел Климкин. Министр иностранных дел Украины уже беседовал со своим голландским коллегой и провел встречу с представителями разных политических партий. Главная цель визита – убедить парламентариев проголосовать за договор об ассоциации. У Павла Климкина еще запланированы встречи с президентом Верхней Палаты Парламента. И если нормандские и голландские политики проголосуют против, договор об ассоциации не вступит в силу. Пока министр иностранных дел в Нидерландах договаривается об ассоциации Украины с ЕС, а премьер едет в Париж лоббировать интересы отечественного бизнеса, Министерство юстиции упорно игнорирует рекомендации европейских юристов и парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня ровно два года как вступил в силу скандальный закон о люстрации в Украине, который жестко раскритиковали в Венецианской комиссии. И уже год там ждут обещанной украинским Минюстом правки. Отправлять их в ведомстве не спешат. При этом глава люстрационного департамента сегодня отчиталась об успешно проведенной люстрации. Люстрации в Украине состоялось на 98%. Об этом отчитались в люстрационном департаменте Минюста. Но сколько именно было люстрировано чиновников, точно сказать не смогли. Несмотря на острую критику со стороны Европы, в департаменте заявили, закон до сих пор работает. Международные спільноты поддерживают Украину на шляху реформования и засвечивают, что цели, которые переследуют закон про очищение влады, являются правомерными. Это безусловно также назначено в выставку Венецианской комиссии. Однако выводы главных юристов Европы в Венецианской комиссии говорят совсем о другом. Еще в декабре 2014-го здесь закону об очищении власти в Украине дали крайне негативную оценку. Закон негоден. Документ нужно пересмотреть и изменить. Необходимо избежать политизации закона. Он не должен стать инструментом мести политическим оппонентом. Люстрация должна проходить в строгом соответствии с Конституцией Украины и европейскими стандартами. Еще тогда украинский Минюст просили закон приостановить, а в текст внести серьезные правки. Однако в украинском Минюсте ссылались то на нехватку времени, то на проблемы с переводом. Два года спустя новый текст здесь так и не получили. Почему обещанные правки до сих пор не прислали? В министерстве комментировать отказались, но во всем обвиняли депутатов. А вот что об обещаниях украинских люстраторов сказали на прошлом заседании Венецианской комиссии. Мы не увидели ничего из обещанных правок. Украинские делегаты обещали предоставить правки в течение месяца, но уже прошел год. Их до сих пор нет? Да, именно так. Мы рекомендовали исправить закон и прислать нам новый вариант, но имеем, что имеем. Пока что мы не видели ничего. Имплементировать рекомендации венецианки на позапрошлой неделе призвали и в пассе. Тем временем в украинских судах лежат уже 1300 дел от иллюстрированных чиновников. Бывший член Венецианской комиссии от Украины Марина Ставничук уверена, вскоре они могут оказаться и в европейском суде по правам человека. В Европе они говорят одне, берут на себя обязанности и их не выдерживают. А керуючись абсолютно популістическими, популістскими, або своими собственными интересами и амбициями, в Украине говорят совсем другое. Те, кто сегодня пропагирует иллюстрацию в том недолугом виде, в котором они продавили ее через парламент перед парламентскими выборами 2014 года, четко понимая, что они ведут, стратегически ведут свою передвиборскую игру, это свидетельствует о том, что в Украине идет политическая расправа с оппонентами и не больше того. Существуются в европейском суде рано или поздно. Еще с апреля прошлого года закон иллюстрации рассматривает и Конституционный суд Украины. Очередное заседание пройдет завтра. Алексей Пшамызкий, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. А нациоагентство по вопросам предотвращения коррупции завтра же соберется на экстренное заседание. Обсудить хотят, что все-таки происходит с системой ее декларирования. Последние дни политики, которые первыми заполняют отчеты, жалуются на постоянные проблемы и сбои в системе. А вот харьковский мэр Геннадий Кернес декларацию уже заполнил. Написал, что получил за прошлый год 11 миллионов гривен дивидендов от фирмы, которая зарабатывает на благоустройстве города. Таким образом, мэр Харькова признал, что является совладельцем фирмы, которая постоянно получала заказы на ремонт дорог, строила велодорожку вдоль Белгородского шоссе и реконструировала центральный парк отдыха имени Горького. А еще эта фирма владеет в Харькове рынками, ресторанами и платежными терминалами в метрополитании. Геннадий Кернес, Харьковский городской голова, получил, согласно электронной декларации, размещенной на сайте НЗК, более 11 миллионов дивидендов от компании Финекс Капитал, которая, в свою очередь, владеет компанией ДБК Уровень. Это компания, которая оказывает городу регулярно услуги по строительству и ремонту дорог, получает деньги от городской власти, от города за услуги. Она фактически является собственностью городского головы. А вот о том, успеют ли остальные чиновники заполнить электронную декларацию, сегодня как раз обсуждали на заседании правительства. Как-никак у чиновников остается меньше недели, чтобы задекларировать свои доходы. Уложатся ли в срок и какие темы еще на устах министров, знает Ирина Романова. Открывая заседание, премьер честно признается, спал сегодня мало, пытался заполнить декларацию, но до утра так и не успел. У меня практически готова электронная декларация, полностью готова. Я сейчас, после завершения уряда, как только будет возможность и не будет проблем техничных, я вчера до півтреть ночи, мы пытались войти в систему, это было неможливо. В обед декларация Гройсмана в едином госреєстре действительно появилась. Там указано, что в собственности главы правительства 4 земельных участка, 2 жилых дома и 4 квартиры, а также 4 квартиры, записанные на членов семьи премьера. Заполнил декларацию его первый зам, хотя с проблемами тоже столкнулся. Возможно, из-за большой нагрузки на систему, предположил Степан Кубев. Из 50 тысяч деклараций пока подано лишь треть. Мы ставили эти риски, когда, например, 10 тысяч людей одновременно будет входить в последнюю нить, например, задекларовано около 15-16 тысяч реально на сегодня. От актуального вопроса для министров переходят к актуальным для государства. Утверждают новое правило вырубки лесов. Теперь массово пилить деревья в заповедниках, заказниках и национальных парках запрещено. А хозяйничать в лесах других категорий разрешено только в случае крайней необходимости. Те же, кто приложил руку к массовой вырубке ранее, все равно понесут наказание, заверил премьер. У нас уже есть, вместе с министерством аграрной политики, интерактивная карта, где мы полностью видим, кто сколько вырубил деревьев. Передадим его и в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Генеральную прокуратуру Украины. И будем вымогать и додуматься криминальной ответственности. Вспоминает министра сегодня об активистах Майдана, раненых во время революции достоинства. Выделяет им одноразовую помощь по 71 тысячи гривен, а всем разъясняет механизм оформления рассрочки за тепло. Заявление нужно подавать непосредственно в теплопоставляющую организацию или ЖЭК, говорит министр соцполитики. А вот как повысить минимальную зарплату, правительство уже решило. Мы предлагаем, чтобы в 2017 году минимальная зарплата в стране дорівнювала 3200 гривен. Это относится не только не государственного сектора, а это относится и государственного сектора. Продуктовый кошек. В 2017 году он будет дорівнювать 3200 гривен. Минимальный прожитковый минимум и фактически минимальная зарплата будет полностью совпадать. Кошты на підняття минимальной зарплаты в державном секторе нам треба буде невеликих. Я думаю, что мы их знайдемо. А вот субсидиями в следующем году, похоже, возникнет проблема. Рассчитывать на них после повышения минимальной зарплаты смогут намного меньше людей. Если, конечно, парламент поддержит эту идею правительства. Ирина Романова, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Справедливая индексация зарплаты пенсии требует от правительства оппозиционный блок. Сегодня народный депутат Юрий Бойко заявил, что по их подсчетам минимальная зарплата должна составлять как минимум 4500 гривен, а не 3200, как сегодня предложили в Кабмине. При этом Юрий Бойко сообщил, их фракция уже подала свои предложения, откуда взять деньги для повышения соцстандартов. Наконец-то, через два года, правительство начало шевелиться, потому что мы два года требовали увеличить социальные стандарты, сделать справедливую индексацию пенсий, сделать справедливую индексацию минимальной зарплаты, потому что была бешеная инфляция, падение национальной валюты, рост цен, а индексация была мизерная, и поэтому прожить на 1300-1500 гривен пенсии невозможно. Мы нашли в бюджете, откуда взять деньги на индексацию до 4500 минимальной зарплаты и показали в предложениях, которые наша фракция дала бюджетному комитету. Мы будем добиваться, чтобы индексация была произведена. Обо всем этом Юрий Бойко рассказал сегодня во время встречи с жителями Кременчуга. Люди пожаловались народному депутату на холодные батареи в домах, высокие тарифы и низкие социальные выплаты. Мол, на такие зарплаты и пенсии оплатить коммуналку нереально. Со своей стороны Бойко пообещал, вопрос индексации выплат будет на особом контроле оппозиционеров. Из-за низких зарплат лучшие украинские специалисты вынуждены покидать страну в поисках достойной работы и достойной оплаты. Больницы скоро опустеют в Закарпатье. Куда едут наши врачи? Узнавала Марина Коваль. Таких врачей, как Мария, в Берегове очень мало. Ей 24, перспективная, с пациентами вежливая. Проходит интернатуру, но после окончания здесь, скорее всего, не останется. В районной больнице катастрофически не хватает персонала. За 9 месяцев уволились 103 сотрудника. Новых искать приходится по всей области, говорит главврач. Больше всего страдают от нехватки персонала детское и приемное отделение. Теперь приезжают до нас работать с Ужгорода, в городе Чопа приезжают. Педиатр приезжает из Мукачевского района черговать так же до нас. И несут чергование в субботу, неделю, в ночной час. Текучка кадров особенно заметна в приграничных районах Закарпатия. Соседние Венгрия, Словакия, Чехия с радостью принимают молодых специалистов, с которыми у самих большие проблемы. Ведь их медики тоже бегут дальше на запад, в Германию или Австрию. Формуется в большей процентном состоянии количество лекарей пенсионного века. На сегодняшний день с Береговского и Звоноградского района отъезжают в фахицы, очень хорошие вузские специалисты. Это сигнал очень тревожный. Удержать молодых специалистов просто. Это поднять зарплату и улучшить условия работы, считает интерн Степан Карабиниш. Например, в Словакии или Чехии даже начинающий врач получает около 900 долларов в месяц. Я не выключаю такого факта, что я так само мог бы выехать за кордон. Но есть такие амбулатории, есть такие лекарства, где народ просто, как мы жартуем, с этого МРТ руками. В Берегове проблемой медиков прониклись местные депутаты и решили попробовать удержать таких нужных специалистов. Им будут выделять премии и деньги на аренду жилья. Но пока все планы только на бумаге. Большие планы отечественного Минфина. В следующем году Украина планирует занять за границей 9 миллиардов долларов. Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил в интервью агентству Bloomberg. В эту сумму, в частности, входит новый четвертый транш еврооблигации, который выпустит Минфин на 1 миллиард долларов под американские гарантии и кредит в более чем 5 миллиардов долларов от Международного валютного фонда. Без денег, газа, воды и света. Так живут в прифронтовом Зайцеве почти каждую ночь под обстрелами. Что довело людей до отчаяния и как пережили очередную ночь, видела Ирина Баглай. Жованка, район села Зайцевого. Фактически есть передовая новости, а то люди здесь узнают посреди улицы. А он рядом, вы посмотрите. Вон, вон. Прилетело. Вечером, к счастью, не долетело. А вот в этот дом накануне попал снаряд боевиков. Когда-то добротное здание превратилось в пепелище. Сегодня били, здорово били. Оттуда лупили здорово. Если бы такие, знаете, 80-е, как-то свободные. А это били, видно, 120-й, 152-й. Инвалид войны Николай Петрович практически слепой. Ночные обстрелы пересиживает с неходячей женой в подвале. К обстрелам боевиков привыкли, но нечеловеческими условиями жизни доведены до отчаяния. Дрова нет, воды нет, угля осталось немножко, света нет, пенсии нет, уже два года и три месяца. Вот и живы. А сейчас я не знаю, кто я такой. Пещерный человек, наверное. В селе осталось 250 человек. Выжить старикам зачастую помогают только военные. А с Зим едем, что вам купить? Я даже не знаю, что... Хлебом уже, да? Какого-то, колбасы какой-то? Да нет, у нас хлебушок, спасибо, вчера принесли нам солдаты тоже. Как пережить зиму? С ужасом думают люди. Даже дрова взять негде. В посадках растяжки, уголь до сих пор не завезли. А как смеркается, село погружается во тьму. Ух, как кроты в потемках. А что это свечка? Почти полгода Зайцева без электричества. Во время боев осколками от вражеских снарядов повредила линию электропередач. Отремонтировать невозможно. Авария в нейтральной зоне. Боевики не допускают туда ремонтную бригаду. Сейчас нам нужно 5 километров тягнуть до Жованки. А по часу? Важно сказать, как только будет проект. Новости с большой земли люди в Жованке узнают от нас. В обещания не верят и готовятся протестовать. Мы просто-напросто решили перекрыть дорогу. Мы напоминаем власти о том, что мы живые люди здесь, в Жованке. Дату еще не определили. Пока письменно уведомили о своих планах местных чиновников. Ирина Баглая, Андрей Костюк и Руслан Терентьев. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. О регулярных нарушениях боевиками перемирия. Президент Порошенко проинформировал новых послов Азербайджана, Ирака и Польши на церемонии вручения уверительных грамот. Он также сообщил, что миссию Красного Креста в очередной раз не допустили к украинским заложникам. А об этом договорились участники нормандского формата на переговорах в Берлине. Это категорично неприятно, когда договорились не выполняются. Так же, как и не выполняются договорились, что для обеспечения режима припинения огня. У нас снова спостерегачи ОБСЕ попали под обстрелы. Была сделана спроба, на счастье не вдало, установить спостережный пост. Пост на разведении территории. Мы будем это сделать. Допуск на неподконтрольную Украине, часть границы с Россией, вооруженной миссией ОБСЕ обсуждали сегодня на встрече трехсторонней контактной группы в Минске. Во время заседания глава специальной мониторинговой миссии Артугул Апакан заявил, наблюдатели по-прежнему не имеют доступа к местам разведения сил. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы, Дарко Алифер. Размещение полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе возможно только после завершения процесса разведения сторон. Такое условие озвучил Борис Грызлов, представитель России в трехсторонней контактной группе. Об этом он заявил после заседания в Минске. Напомню, сейчас идет разведение сторон в районе станицы Луганская, а ранее это удалось реализовать в Золотом и Петровском. Как только ситуация разрешится до конца, можно говорить о введении полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе, подчеркнул Грызлов. Верховный суд России отклонил апелляцию адвокатов на приговор Станиславу Клыху и Николаю Корпюку. Что это означает на практике и как скоро наши соотечественники могут оказаться дома? Обо всем этом подробнее в следующем материале. Нам нормально, когда мы увидимся, соберемся и тебя увидим. Этими словами родственница Станислава Клыха приветствовала племянника. Согласно приговору суда в Чечне, он проведет неволе 22,5 года, а Николай Корпюк на два года меньше. Апелляция в Верховном суде ситуацию не изменила. Приговор Верховного суда Чеченской республики по 26 мая 2016 года в отношении Корпюка Николая Андроновича и Клыха Станислава Романовича оставил без изменения апелляционные жалобы без удовлетворения. Украинцев обвинили в участии в чеченском подполье на стороне Ичкерии в начале 90-х, а также решили, что они якобы состояли в тренировочных лагерях Салмана Радуева 16 лет назад. Документы, подтверждающие, что в это время ни Клых, ни Корпюк в окрестностях Грозного не появлялись, суд первой инстанции отклонил. Но выписку из зачетки Клыха о его экзаменах в 94-м в одном из киевских вузов апелляционная инстанция к делу приобщила. Мы с коллегами не возлагали надежд на сегодняшнее заседание в смысле отмены этого решения. Единственное положительное последствие, на мой взгляд, заключается в том, что, как и по другим подобным делам, из той же когорты, из той же категории, с момента вступления приговора в законную силу у российских представителей на переговорах в Минске по обмену пленными, по освобождению заложников, пропадает возможность ссылаться на то, что дело пока еще рассматривается судом. А это означает, что переговоры о возможном обмене нужно начинать уже сейчас. Поддержать узника в Москву внезапно приехала и Надежда Савченко. В перерыве она даже успела перекинуться с Клыхом и Клыхом парой слов. Это я тебе обещаю. Больше ничего обещать будет. С прессой Надежда тоже была немногословной. Я приехала в Россию с одной метою – поддерживать хлопцев, потому что знаю и проходила сама этот шлях, а не общаться с прессой. Коментарь закончен. МИД Украины требует немедленно освободить украинцев. Помогаем награду избежать засуденных за политическим мотивом Микола Картука и Слава Клыха. И, безусловно, закликаем общественную сообщество и международные правозахисные институции уже для всех необходимых политических международных заходов с методом извинения наших граждан. Уже завтра Мосгорсуд рассмотрит жалобу другого украинца Романа Сущенко. Защита планирует обжаловать решение о его заключении под стражу. Дмитрий Евчин, Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер. Визит Савченко в Москву вызвал неоднозначную реакцию у ее коллег по депутатскому цеху. Представитель Народного фронта Юрий Береза призвал лишить украинскую летчицу допуска к гостайне и исключить ее из Комитета национальной безопасности и обороны. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Командир полка Днепр-1 назвал Савченко агентом России и обвинил в том, что она недостаточно освещает тему украинских заложников среди западных дипломатов. Сегодня в Брюсселе началась двухдневная встреча министров обороны стран-участниц Североатлантического альянса. Совет министров НАТО не самое публичное мероприятие. Военные вообще люди немногословные и интервью не любят. Тем не менее, повестка дня известна. Это безопасность внутри Европы и вне ее. Подробнее София Гордиенко. Заседают министры до позднего вечера. Только сегодня у них по плану целых несколько вопросов. На повестке дня усиление присутствия в Черном море и укрепление восточных границ альянса. Как сказал генсекретарь в вступительном слове, таковы требования нынешних непредсказуемых времен. Это значит, что мы разместим мультинациональные батальоны в Эстонии, Литве, Латвии и Польше. Мы будем продолжать усиливать кибербезопасность альянса. Дополнительные батальоны это от 3 до 4 тысяч солдат. Скептики, правда, говорят, что в случае обострения ситуации эти 3-4 тысячи в странах Восточного блока погоды не сделают. Будут говорить и об операции София в Средиземном море. Это спасение мигрантов и борьба с нелегальными перевозчиками. Успехи пока здесь средние нелегалы и дальше прибывают, хоть и меньше, чем в прошлом году. А лодочная мафия не прекращает работу. Кстати, завтра к министрам 28 стран, участниц НАТО и Черногории, которые аккурат в процессе вступления в альянс, присоединится Федерико Магирини, верховный представитель ЕС, а также военные из Финляндии и Швеции, нейтральных стран, которые обеспокоены фактами присутствия российских самолетов и кораблей у своих границ. Если учесть, что один из девизов НАТО «Предупреждение лучше нападения», речь пойдет о том, как дать понять соседям, что стоит вести себя, наконец-то, поскромней. София Гордеенко, Василий Трушковский, подробности, телеканал Интер Брюссель. Провести двухстороннюю встречу Россия-НАТО предложил Генсек-Альянса. Йенс Столтенберг заявил об этом в Брюсселе. Диалог с Москвой важен, учитывая усиление военной активности России в Балтийском море, подчеркнул Генсек. После аннексии Крыма постоянные заседания Совета России и НАТО прекратились. Новые подробности антитеррористической операции в Германии. Что планировали совершить выходцы из Чечни, квартиры которых обыскали накануне, расскажет Татьяна Лагунова. Детали операции силовики не разглашают. Известно только, что за выходцами из Чечни наблюдали с прошлого года. Главный подозреваемый – 28-летний гражданин России с чеченскими корнями. Его имя не называют в интересах следствия. Этого человека подозревают в подготовке тяжкого преступления против государства. Он планировал уехать в Сирию и там присоединиться к боевикам. Его сообщников подозревают в финансировании терроризма. Подозреваемых не задерживали, но расследование продолжается. А в Германии в целом усиливают меры по борьбе с терроризмом. Аэропорты, вокзалы, стадионы, торговые центры, автобусы, поезда, парковки и многое другое. Власти Германии планируют усилить видеонаблюдение в общественных местах. Дополнительные камеры на объектах установят уже в ближайшее время, заявил министр внутренних дел. А парламент страны принял закон, расширяющий права и полномочия спецслужб. Этот закон критики уже назвали лицензией на слежку. Он разрешает Федеральной разведывательной службе отслеживать информацию, проходящую по всем интернет-каналам. А также собирать так называемые мета-данные по телефонным переговорам. Продолжительность беседы, тип телефонного аппарата и местоположение собеседников в момент разговора. Оппозиция, которая голосовала против, планирует обжаловать новый закон в Конституционном суде. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Судебная тревога. Состоялась ли обещанная мобилизация правого сектора в столице? Моторы по дешевке. Как запорожские дельцы наладили ремонт двигателей для боевых вертолетов? В ближайшее воскресенье в Молдове впервые за последние 16 лет проведут прямые выборы президента. То есть главу государства будет избирать народ, а не парламент, как это было ранее. Скорее всего, голосование пройдет в два тура, предрекают социологи. Сейчас лидером гонки называют социалиста Игоря Додана, пророссийски настроенного кандидата. Его основной соперник – лидер партии «Действия и солидарность» Майя Санду из лагеря проевропейских правых. Буквально несколько часов назад компанию в ее пользу покинул лидер правящей демократической партии Мариан Лупу. Ранее то же самое сделали и несколько единомышленников Санду. И вот один из кандидатов Андрей Нестаси стал фигурантом громкого скандала в Украине. В центре политического скандала Андрей Нестаси – один из лидеров молдавской проевропейской оппозиции, руководитель партии «Платформа достоинства и правда». Согласно соцопросам, на предстоящих выборах президента он может занять третье или даже второе место и выйти в решающий второй тур. И вот неожиданно ему звонят из Одессы. Полиция вызывает на допрос, хотя, по словам политика, к Украине он никакого отношения не имеет, да и в Одессе был только проездом. Не объявили, что хотят видеть меня в качестве свидетеля по какому-то делу. При этом загадочно подчеркивали, что пока в качестве свидетеля. Пока. В доказательство своих слов молдавский политик предоставил запись того самого телефонного разговора. Звонила ему замначальника Одесского следственного управления Александра Малиновская. Правда, была немногословна. Дело о чем дело? Я по телефону не буду ничего говорить. Вы мне скажите, я сейчас готовлю повестку, чтобы официально вас вызвать. В Одесской полиции признают, действительно, такой разговор был, но только чтобы уточнить дату, когда Андрей Настасе может прибыть для допроса. Больше ни слова. В какой качестве он проходит по данной справе, а также по какой справе криминального проведения, это тайницей следствия. Между тем, на прошлой неделе на украинских интернет-ресурсах появились загадочные статьи. Дескать, Одесская полиция подозревает некоего молдавского бизнесмена в педофилии. И в конце упоминается, речь также может идти о причастности к этому преступлению Андрея Настасе. Статьи эти, правда, уже на следующий день были удалены с сайтов, но в кэше Гугла сохранились. Молдавские политологи говорят, очевидно, действующей в республике власти готовилась некая политическая диверсия против оппозиции не без помощи украинского МВД. Это обстоятельство, конечно же, порождает целый ряд вопросов, связанных с тем, насколько правоохранительная система Украины независима, видится попытка организовать какой-то компромат. Я уверен, что конечной целью давления при помощи украинских силовиков является попытка вынудить меня покинуть страну и таким образом выйти из активной политической жизни в преддверии неизбежных досрочных парламентских выборов в нашей стране. Сам Андрей Настасе, к слову, на днях снял свою кандидатуру на президентских выборах в пользу проевропейской коллеги Майи Сандо. Говорит, чтобы удвоить шансы правых выйти во второй тур. А по поводу скандала политик отправил официальное письмо украинским властям с просьбой не вмешиваться во внутренние дела его страны. Андрей Настасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Генпрокуратура отозвала ходатайство взятий под стражу Александра Сачко. Взамен его отпустили на поруки. Почему громкие обвинения в терроризме в адрес права радикала оказались беспочвенными? Подробнее Елена Митясова. Сегодня Александр Сачко, экс-глава правого сектора в Закарпатской области, должен был оказаться за решеткой. Обвинение в терроризме, участие в резонансной перестрелке в Мукачеве и создание незаконного вооруженного формирования означало для него безальтернативное содержание под стражей. Но за ночь генпрокуратура изменила решение и уже после обеда попросила суд изменить меру пресечения, отпустив Сачко на поруки. Клопотание было подано прокурорам про смену клопотания, чтобы оборонять запобежную заходу на особистую поруку, в связи с надходением до органов досудового расследования, ряду клопотаний народных депутатов Украины про взятие Сачка под воздействием криминального проведения. Ошибочка вышла, объясняет суду обвинители. Сачко, мол, к терроризму не причастен. Подтверждение алиби. Накануне ЧП он был откомандирован из области. Об этом в один голос твердят и нардепы, ставшие на защиту права радикала. Александр Сачко не мав жодного отношения до подеев Мукачева рік тому. Эти звинувачения безподставны, откликаны генеральной прокуратурой. Но на этом судебные разбирательства для Сачко не закончены. За ним еще целый шлейф скандальных историй. Прокуратура инкриминирует ему участие еще в четырех преступных эпизодах. Незаконное задержание начальника Чопской таможни, захваты недвижимости, угрозы в адрес ректора Ужгородского университета и похищение прокурора Закарпатской области. Сам Сачко эти обвинения не отрицает. В принципе, он не заперечивает, что он там был. Но никаких злочинных действий он не выполнял. Не до всех людей, а вообще до завладения майном и так далее. До 23 декабря Сачко у нардепов на поруках. Те, в свою очередь, обязуются, что подозреваемый экс-руководитель правого сектора в Закарпатской области будет посещать все судебные заседания. Побег исключают. Елена Митясова, Виталий Коваленко, подробности, телеканал Интер. И еще одного бывшего бойца правого сектора задержали сегодня в Киеве. 33-летний гражданин России Геннадий Хамраев 10 дней назад бежал из СИЗО во Львовской области. Вместе с двумя сокамерниками он разобрал фасадную стену изолятора. За решеткой Хамраев находился по подозрению в разбое. Зимой этого года он с подельниками ворвался в дом волонтера Олега Гентоша в Самборе. Пытали его родственника, хотели узнать, где спрятаны деньги и ценности. Тогда Гентош поднял тревогу и нападавших взяли под стражу в тот же день. Задержанные утверждали, что они якобы бойцы правого сектора. Но в самой организации от них открестились и заявили, ее ряды они покинули еще во время событий в Мукачеве. В Закарпатии областной таможенник и начальник таможенного поста Ужгород отстранены от своих должностей. Такой приказ подписал глава фискальной службы Украины. В отношении обоих начато служебное расследование. Подозревают, что они причастны к коррупции, но официально этого пока не подтверждают. Якобы через таможенный пост Ужгород прошла машина с товаром, который не соответствовал указанному в документах. К тому же, не так давно в ЧОПе задержали сотрудника кинологической службы таможни, который в собачьей будке спрятал около 8 тысяч евро, якобы заработанных за смену. СТО для боевых вертолетов дешево и нелегально. По такому принципу наладили свою работу двое жителей Запорожья. Во дворе частного дома они открыли подпольную авиамастерскую. Где искали клиентов и где брали запчасти, знают наши корреспонденты. Для обывателя все эти узлы и агрегаты могут показаться простым металлоломом. Но стоят такие детали более 4 миллионов гривен. Это запчасти для авиадвигателей. Их изъяло СБУ в гараже одного из жителей областного центра. Здесь наладили работу нелегального СТО для воздушных боевых машин. Также выключены подробные начинки, штампы, формуляры, сертификаты на проведение соответствующих работ. Официальный ремонт только одного такого агрегата стоит от 20 до 45 тысяч долларов. Здесь, в частном дворе, умельцы брали намного меньше. Клиентов искали преимущественно за границей. Впрочем, авиапредприятие в схеме все же фигурировало. Там воровали запчасти. На заводе «Мотор Сич», где официально производят, ремонтируют авиадвигатели, говорят. Рынок нелегального сбыта, несертифицированной продукции Афганистан и страны Африки. Заказчики вряд ли знали, что такой двигатель может быть опасным в работе. Нельзя говорить ни о каком соблюдении технологии, ее просто нет. Ни о каком контроле качества изготовления деталей, узлов, агрегатов тоже нет. Этот двигатель АИ-9В, это вертолетный двигатель, вспомогатель. Выход из строя этого двигателя может привести к катастрофе. Весной 2009-го на предприятии «Мотор Сич» уже была задержана группа, которая воровала и продавала в Россию детали. Сейчас следователям снова придется распутать всю криминальную цепочку. Кто воровал комплектующие и куда потом продавали готовые двигатели. На предприятии обещают содействовать в расследовании, поскольку речь идет не только о репутации, но и о жизни людей. Данил Сниссор, Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал «Интер» в Запорожье. Полоса раздора. Британское правительство одобрило расширение аэропорта Хитроу. Решение вызвало противоречивую реакцию. Против новой взлетно-посадочной полосы выступили и бывшие, и нынешние мэры Лондона. Почему вопрос о строительстве новой полосы вызвал такой резонанс? Светлана Чернецкая из Лондона. Это решение называют историческим. Расширение аэропорта Хитроу говорят, вот уже 10 лет, и вот, наконец-то, дело может сдвинуться с мертвой точки. Как уверяет правительство, еще одна взлетно-посадочная полоса поможет создать новые рабочие места в самом аэропорту и в целом будет способствовать развитию торговли. Вот только далеко не все настроены столь оптимистично. Депутат парламента Зак Голдсмит в знак протеста даже решил уйти в отставку. В палате общин Голдсмит представляет округ Ричмонд, который непосредственно затронет расширение Хитру. Прокладка новой полосы значит, что жителям престижного района Ричмонд придется смириться с новой реальностью, гулом самолетов, пролетающих над головами каждую минуту. А еще почти тысячу домов придется и вовсе снести. Я очень хорошо помню, как, будучи подростком, безуспешно пыталась готовиться к экзаменам под гул самолетов. Этот шум постоянно отвлекал и был так утомителен. Не говоря уже о том, что уровень загрязнения в районе увеличится. А это проблемы для дыхательной системы и легких. Такое решение сделает жизнь в нашем районе невозможной. Взлеты и посадки будут буквально у наших порогов. Правда, тем расширение Хитру и привлекательно. Ведь аэропорт находится всего в 25 километрах от центрального Лондона. Добраться сюда можно даже на метро. Около 40% всех туристов и бизнесменов прибывают в Британию именно через Хитру. Вот только оба градоначальника Лондона и нынешние, и бывшие, категорически против его расширения. Я считаю, это неправильное решение. Что получится? Знаете, есть Нью-Йорк, город красивых небоскребов. Есть Париж, город огней. Будет Лондон, город самолетов. Неужели это то, чего мы хотим для нашей фантастической столицы? Сейчас Хитру является вторым по загруженности аэропортом в мире, уступая только Дубайскому. Но по количеству взлетно-посадочных полос значительно проигрывает Амстердамскому. Две против шести в Скипхоле. Четыре полосы в аэропортах Франкфурта и Парижа, три в Стамбуле. Так что расширение Хитру и решение очевидное. Правда, пока не окончательное. Сначала экологи, политики и простые граждане обсудят все плюсы и минусы. Потом вопрос рассмотрит парламент. И если третьей полосе дадут зеленый свет, то первые самолеты она примет не раньше 2024 года. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Компания без перерыва на праздники. У Хиллари Клинтон сегодня день рождения. Бывшему госсекретарю и одному из претендентов на кресло в Белом доме сегодня исполняется 69. Что она сочула лучшим подарком и как на это отреагировал ее соперник в президентской гонке Дмитрия Нопченко подробнее. Сложно сказать, был ли это экспромт или команда Клинтон подготовилась заранее, но внешне Хиллари выглядела удивленной и растроганной, когда в ходе ее предвыборного выступления зал вдруг запел «Happy birthday to you». Знаете, эти последние дебаты были как ранний подарок моему дню рождения, правда? А после этого именинница инкогнито без прессы съездила на концерт Адель. И на кадрах, которые зрители сняли на мобильные телефоны, видно, как певица неожиданно просто со сцены призвала своих фанатов отдать голоса за Клинтон. Адель сказала, мол, если б я могла голосовать в Америке, 100% поддержала бы Хиллари. С точки зрения избирательной кампании, лучшего подарка кандидату себе и представить сложно. Но CNN сегодня утром, как раз к дню рождения, политика сделала еще один. Опубликовали результаты собственного опроса общественного мнения. Эти цифры сразу передали Клинтон. Так вот, они свидетельствуют 68%. Тех, кого опросила телекомпания, верят в ее победу. Противники, правда, решили немного подпортить праздник. В Кентукки, к примеру, горожане обнаружили в почтовых ящиках вот эти говорящие открытки. Мол, хотите поздравить Хиллари, голосуйте против нее, пусть на пенсию идет. Очередное разоблачение ко дню рождения приурочил и сайт Викиликс, опубликовав больше трех тысяч новых писем главы ее штаба. Сам Трамп говорит, информация из этих имейлов – самое шокирующее доказательство того, что Хиллари нельзя избирать. Общаясь с прессой, он сделал и еще одно куда более громкое заявление, которое сегодня много цитируют. Вот послушайте. С ней все закончится Третьей мировой. Она не знает, что делает, как в случае с Лирией, как в случае со всеми остальными. Будет Третья мировая и начнется она с Сирии, если послушать некомпетентную Хиллари. Еще одно заявление, тоже очень неожиданное, но теперь уже по Украине, сделал член команды Трампа, экс-губернатор Мэриленда Роберт Эрих. Общаясь с журналистами, он подтвердил, что, цитирую, в отношении Украины Трамп занимает позицию поддержки. Сказал, что отношения между Киевом и Вашингтоном вот сейчас, как никогда, крепки. И если Трамп победит, то по поводу российской агрессии, новая администрация, цитирую, будет рассматривать все возможные варианты. Хотя сейчас, по данным соцопросов, Клинтон удерживает лидерство. А пока предвыборная гонка продолжается, несмотря на день рождения одной из ее участниц. И завтрашний день явно принесет новые громкие месседжи. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала, Интер. Строна взял суда. Почему бельгийка претендует на имущество своего монарха? И кто из голливудских звезд попал в полицию за селфи? Подробнее об этом не только в нашем обзоре. Суд над монархом, бывший король Бельгии, Альберт II, предстанет перед судом по делу о признании отцовства. Процесс стартует в феврале. Бельгийка Дельфина Бойль уже много лет добивается права называть монарха папой. По словам 48-летней женщины, ее мать состояла в любовной связи с королем. Дельфина требует проведения теста ДНК и официального признания. По словам адвокатов, Альберт II, скорее всего, не явится в суд. Селфи вне закона. Американский певец и актер Джастин Тимберлейк попал в поле зрения полиции из-за этого фото. Вопреки правилам, он опубликовал в сети селфи с избирательного участка. В США началось так называемое раннее голосование на президентских выборах. Тимберлейк удалил снимок, но ему все же светит штраф в 50 долларов. 122 селфи за три минуты. Это мировой рекорд. В книгу Гиннесса попал американский актер Донни Уолберг. Он фотографировался со своими фанатами в Мексике. Достижение официально зарегистрировали и выдали артисту сертификат. Большой бой на большой распродаже. В бразильском супермаркете несколько человек получили ранения из-за огромного наплыва покупателей, толкучки и вспыхнувших потасовок. Огромные скидки объявили в честь дня рождения магазина. Клиенты ждали под дверью несколько часов, а полки опустошили за считанные минуты. Глобальная сеть доберется и до Кубы. К концу года в дома ее жителей обещают провести интернет. Сейчас эта страна с наименьшим в мире показателем пользования. Сетью всего лишь 200 точек доступа. А чтобы интернет был дома, необходимо получить специальное разрешение. Его дают ученым или врачам. К тому же стоимость мегабайтов слишком высока. Теперь новый провайдер обещает сделать интернет доступным. После чего, надеются кубинцы, к ним приедет еще больше туристов. Один удар минус два зуба не уберегла защита вратаря хоккейного клуба Tampa Bay Lightning. Бен Бишоп во втором периоде игры против Торонто Maple Leafs принял на себя шайбу и лишился передних зубов. Удар был такой силы, что защитная маска просто треснула. Непреодолимое желание получить айфон заставило жителя Золотоноши изменить имя и фамилию. Был Александр Панин, стал айфон сим. Акцию объявили в одной из торговых сетей, победителю новенький гаджет. Смена имени и фамилии была одним из условий. Думал Александр недолго, посоветовался с друзьями, собрал документы и пошел менять паспорт. Заплатил 55 гривен и теперь ждет, когда сможет получить гаджет. Кстати, возвращать прежнее имя айфон сим, похоже, не собирается. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова